Такое количество гостей из Беларуси и зарубежья Брестский политехнический колледж встречает нечасто, но всегда с широко открытыми дверями. Повод значимый и знаковый – юбилейно-научно-практическая конференция. Собрала в стенах учреждения образования представителей 42 учебных заведений, в том числе украинских и польских. Ажиотаж налицо. Организаторы, в свою очередь, скромно отмечают. Такого количества желающих не предполагали, но интересу со стороны участников несказанно рады. Судейский состав в этом году рассмотрел более 200 присланных работ. Из них были отобраны лучшие с точки зрения грамотности и изобретательности. Основная цель проведения конференции заключается в том, чтобы дать возможность нашим учащимся проявить себя в раскрытии творческий потенциал. Потому что вы все прекрасно понимаете, для того, чтобы человек молодой гармонично развивался, он должен не только ходить на занятия, хорошо учиться, но еще заниматься чем-то. Это может быть спорт, художественная самодеятельность, техническое творчество. Вот мы для этого и проводим нашу конференцию. Каждый из участников трудился над проектом в свободное занятие время. В работе были задействованы архивы, литература и интернет-ресурсы. В рамках научно-практической конференции было представлено 150 докладов, за каждым из которых исследовательская деятельность, поиск креативных идей и разработок. По словам самих участников, проекты хоть и дались нелегко, однако работать над ними было увлекательно. Я участвую в конференции уже третий раз. Раньше я выступал с роботами, то есть я делал устройства, которые сами передвигаются, сами управляются, ну уже через какие-то, не просто через пульт. Сейчас у меня разработка «Умный дом», то бишь я уже могу управлять с телефона полностью своей комнатой, своим домом. Над своим проектом я работал где-то около полугода. Я сделал 3D-принтер, ну, подобие 3D-принтера, то есть не такой, как промышленный, а больше, ну, самодельный. Студентка Львовского университета для конференции выбрала довольно интересную тему – клинические исследования лекарственных средств. Полем исследования стали разработки украинских фармацептических компаний. Представить свое личное исследование девушка решила спервы и ничуть не пожалела. Это новые знакомства, обмен идеями. Очень рада, что вузы сотрудничают с первых минут пребывания здесь. Я воодушевилась. Хотелось бы, чтобы такие встречи продолжались, а мы, студенты, собирались в Бресте для полезного общения. Среди представленных направлений – радиотехника и электроника, машиностроение, строительство, правоведение и экономика, социально-гуманитарные и естественно-математические науки. Несложно догадаться, каким широким был охват тем. Каждый из участников подошел к работе индивидуально, и это не могли не отметить организаторы мероприятия. В первую очередь, это самовыражение. То есть, если молодой человек занимается каким-то творчеством, то есть это техническое творчество или исследовательская работа, естественно, что он хотя бы для себя должен определиться, надо ли этим заниматься. А если он видит, что и в других учебных заведениях его же коллеги занимаются подобным, и это находит отражение в том, что его приглашают на конференции, и выслушивают, и печатают сборники, и пытаются в каком-то роде, может быть, есть работы, которые имеют реальное воплощение, понятно, что для него это положительный момент в его становлении, и он стремится и дальше заниматься этим. София Бережная, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.